Добрый вечер, Гомель. О малой родине говорим мы сегодня в программе. Мы узнаем и рассказываем о событиях из истории нашего города и области, а также о людях, которым судьба родных мест и жизнь их не безразлична. Наша программа интерактивная и вы, уважаемые телезрители, можете набрать номер 34 22 43, дозвониться к нам в студию и поделиться мыслями и воспоминаниями о родных местах. А еще рассказать, какой вклад в мир моды и красоты внесли жители нашей области. Присоединяйтесь и к общению в Вайбер, его номер на ваших экранах. Ну а прямо сейчас я хочу познакомить вас с гостями сегодняшней передачи. Анастасия Ропот, главный хранитель фондов музея истории города Гомеля. Добрый вечер, Анастасия. В музее точно знают, как выглядели модники и модницы, например, в начале минувшего столетия. И еще, дорогие друзья, 6 апреля в Гомеле выбрали мисс и мистера области. И мы рады приветствовать сегодня в студии Маргариту Володькину, победительницу конкурса мисс Гомельская область 2019. Добрый вечер, Маргарита. Здравствуйте. И Илья Мельников, победитель конкурса мистер Гомельская область 2019. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, фотографии обладателей титулов мисс и мистер Гомельская область облетели все печатные из здания города, городские, областные. Мы поздравляем вас, ребята, конечно, от имени нашей творческой группы, от имени всех гомельчан и жителей области. И, пожалуйста, несколько слов о себе, может быть, для тех, кто впервые увидел, что, да, конкурс прошел, и вот они, победители. Пожалуйста, Маргарита. Я учусь на втором курсе юридического факультета Гомельского нашего университета. Увлекаюсь танцами. Это можно было увидеть, наверное, те, кто присутствовал, уже понимали по моему творческому номеру. Активно, люблю активно проводить свободное время со своей семьей. И проводить время в своей деревне, в деревне своей бабушки. Это тоже можно было увидеть, по-моему, в видеоролике, где я снимала «Малые родии». А где же это место, где вы родились? Я с города Петрикова. Это сам Петриков? Да. Очень приятно. Спасибо вам, Илья. Пожалуйста. Примерный сын. Вот. Да, примерный сын, хороший друг. Студент ГГТУ имени Павла Осиповича Сухова, третьего курса. Вот. Занимаюсь активной жизнью вуза. И танцую в этом же вузе. В студии театра и танца «Ливень». Вот. Какие у нас хореографически подготовленные победители. Замечательно. Ребята, очень приятно чувствуется. Вот. И юмор в ваших словах, и серьезность, и позитив, и харизма. Скажите, пожалуйста, как думаете, что вам помогло победить в конкурсе? Ну, в первую очередь, это надежная команда, которая поддерживала и помогала все организовывать. Вот. Это была большая команда? Ну, смотря, что такое большое. Вот. Если человек... Ну, это не один, не два, не три человека, судя по всему. Это весь университет Сухова, вся семья. Конкретизируете, Илья. Моя семья, мой хореограф, мои близкие друзья. Все те, кто мне помогали. Без них бы у меня ничего не получилось. Самое главное, только лишь команда. Ну, мне кажется, все-таки наличие команды, ну, это большой плюс. Но если человек, ну, скажем, лишен юмора, каких-то умений, то ничего у него не получится. Ну, похвалите немного себя, Илья. Ну, да. Каждой команде, конечно, уже нужно свое лицо. Вот. И я рад, что этим лицом стал я. И все равно очень скромно, правда? Спасибо вам огромное. Маргарита, слушай. Я согласна с Алией. Присоединяюсь к словам о поддержке, о группе поддержки, потому что у меня тоже была замечательная группа поддержки. Это мои родители, моя семья. Без них я уверена, что у меня бы не получилось все на 100%. И не знаю, вот при выходе на сцену я, например, чувствовала себя комфортно. Я решила просто даться эмоциям и делать то, что нравится. Это прекрасно. Мне интересно ваше мнение. Что такое красота в наши дни? Ведь не бывает одинаковой красоты, она ведь субъективна, правда? Иначе были бы все победители, да, похожи друг на дружку, да? Мальчики на мальчиков предыдущего конкурса, девочки так же. Победители конкурса – это все-таки некий симбиоз. Это харизма, правда? Плюс правильная психология, плюс внешность, плюс стиль. Как, по вашему мнению, что такое красота в наши дни? Ну, каждый человек индивидуален. Это естественно. И у нас все конкурсанты были разные. Я действительно не понимаю, как жюри выбрала, потому что это очень сложно на самом деле. Если бы сама была в жюри, были бы трудности? Это очень сложно, конечно же, да. Я бы, наверное, отказалась от такого, ну, быть в жюри, потому что это очень сложно. Илья, что скажете? Я согласен. Вот, как уже сказали, красота – это сугубо субъективно. Вот. Ну и хочется сказать, что нету какого-то определенного идеала красоты. И что каждый человек по-своему прекрасен. И главное – это показать правильно свою красоту, вот, свою индивидуальность. Свои лучшие стороны. Свои лучшие стороны, да. Но я вот еще хочу заметить, что конкурс назывался «Конкурс красоты и грации» и «Конкурс стиля и мужества». Видите, не просто конкурс красоты. Настя, а у вас какое мнение на этот счет? Красота в эти дни, в современное время наше? Я думаю, что красота – это то, что людям позволяет двигаться дальше. То, что заставляет их каждый день вставать, улыбаться и вдохновляет их на новые свершения. У каждого это разное, но для каждого из человек это определенно та красота, ради которой он готов иногда сворачивать горы. Прекрасно сказано. Это хороший стимул. Так вот, ребята, какой стимул у вас есть и что дальше? Ну, понятно, второй курс закончить, на третий перейти, третий курс закончить и дальше к победе. Ну, а вот в области, опять же, красоты, грации, стиля и мужества, что дальше? Ну, пойдем на мистера Беларусь дальше, на мисс и мистера. У нас прошли три финальных конкурсанта. То есть я, получается, и вице-мистер, и второй вице-мистер. Да, а давайте мы попросим режиссера вывести на экран ребят, занявших второе и третье место. Итак, второе место это Ольга Кострома и, пожалуйста, Виктория. Так, вот все рассмотрели. И Александр Яцук. Наши поздравления ребятам. И представители. Так, Олег Кучеренко из Жлобина. Очень запомнился нам его ролик. Замечательный Олег. Так. И Екатерина Пшенцева. У нее тоже был прекрасный ролик о малой родине, о речице. Поздравляем, ребят. Так, продолжайте. Дальше идем на конкурс. Да, идем на конкурс и будем вместе с ребятами, со всеми готовиться. У нас уже сложилась такая небольшая команда. Вот. И в следующем году выиграем мистера Беларусича. Обещайте, что придете обязательно в нашу студию и расскажете, как было и как дошли до жизни такой. Конечно. Все будет круто, это точно. Но конкурс мистер Беларусь и мисс Беларусь планируется в будущем году, да? Да, в следующем году. То есть у вас целый год на подготовку. Да. На что, скажем так, направите свои силы? На что вас ориентируют? Ведь это будет не просто ожидание конкурса, да? Илья, это серьезная работа будет? Это будет еще более серьезная работа, чем подготовка на мистера Гомеля. На мистере Беларусь будет оценивать еще и физическую форму, а я в ней очень сильно проигрываю. Вот, поэтому придется привести себя в форму, конечно же. Вот. Самокритично. Готовится. Так, готовится Маргарита. Буду продолжать готовиться. Ведь, ну, вся жизнь это какая-то подготовка к чему-то, правильно? И нельзя останавливаться на достигнутом. На полдороги. Конечно же, да. Нужно двигаться дальше. Дальше буду продолжать готовиться к следующему просто конкурсу. То есть, плохи те призеры конкурса областного, которые не мечтают замахнуться на мисс и мистер Вселенная, правда? Конечно же. Как минимум. Как минимум. Каноны красоты в истории категория непостоянная. И каждую черту во внешности, каждую особенность фигуры в ту или иную эпоху можно было считать идеалом, к которым стремились как молодые люди, так и девушки. И самые частые и серьезные изменения происходили именно в 20 веке. А почему именно так? В 20 век он просто был перенаполнен. Он даже не наполнен, а он выливался через края событиями, которые происходили. Причем эти были связаны события не только в политической сфере, я сейчас про многочисленные войны, но также и в экономической, и в культурной, и в научной. И это оказало на людей настолько сильное влияние, что потом отразилось в том числе и на их внешнем облике. Ответ понятен. Вот известно ли сотрудникам музея, поскольку вы у нас представляете музей истории города Гомеля, о гомельчанах, которые внесли свой вклад в развитие моды? И, может быть, они были какими-нибудь известными, ну, кутерея не будем говорить, занимались изготовлением аксессуаров, одежды, обуви, вот из истории. Есть такие люди? Ну, если мы ответ на этот вопрос разделим тогда на две части. Причем по временным периодам они будут неравноценные. Это будет период от начала 20 века до 1917 года, и от 1917 года, и до 1991. С чем это связано? Дело в том, что до 1917 года в Гомеле работало очень много частных ателье. По пошиву одежды, по пошиву обуви. Несколько ателье было даже по продаже готового платья. Это такая отдельная история для начала 20 века. Несколько ателье было по пошиву корсетов и нижнего белья для дам. Тоже такая... Востребованная и очень... Да, востребованное направление. Это было... И все эти люди, они, конечно же, ориентировались на парижскую, на московскую, на петербургскую моду. Они работали по журналам, которые выписывали. Но каждый из них привносил какое-то свое видение. И можно сказать, что своим трудом украшало, облагораживало гомельчан начала 20-го столетия. Фамилии их известны, вот этих самых-самых востребованных партных? Вы знаете, сейчас в голову приходит владелица ателье по пошиву корсетов, мадам... Да, мадам Ольга. Вот они еще себе выбирали такие... Я бы даже сказала, более псевдонимы, чем подлинные имена. Но если кому-то из зрителей интересно, то могут прийти к нам в музей. И более подробно узнать об этом. Да, мы им покажем рекламу начала 20-го века за 1913 год, где как раз можно познакомиться и с фамилиями, и с тем, что производили. Кстати, если говорить, такая любопытная деталь. Одно из ателье, которое шило костюмы для мужчин, одно еще и занималось изготовлением обоев. А как это можно было совмещать? Нам это непонятно. Здесь бумага, здесь ткань. А вот дело в том, что в то время были очень распространены тканевые обои, поэтому вот такое совмещение. А уже если говорить о всем послереволюционном периоде, да, существовали ателье от кооперации, но, как бы так сказать, мода в советский период была очень сильно подчинена господствующей идеологии. И вот здесь с теми, кто продвигал моду в массы, был очень большой вопрос и еще требует своего более детального изучения, потому что действительно это было очень такое сложное направление, хотя, казалось бы, люди всегда на виду, их внешний вид. Но, тем не менее, если говорить именно про продвижение моды в советский период, то там еще достаточно белых пятен, которые было бы любопытно изучить. И вот, кстати, мы можем пригласить телезрителей к обсуждению. Уважаемые телезрители, вы нам позвоните. Если знаете фамилии тех людей, которые в Гомеле или в области занимались пошивом супермодных платьев, костюмов, может быть, изготавливали какие-то интереснейшие аксессуары, мы возьмем на заметку. Возможно, и Анастасия пригласит вас на беседу. И, как она сказала, опрошу с пристрастием обязательно. 34, 22, 43, ваши сведения будут, ну, они просто необходимы и очень интересны. Ну, а теперь, прямо сейчас вам, уважаемые телезрители, вопрос. Уж коль мы и мужской костюм, и женский затронули. Фабрика Коминтерн славится пошивом мужских классических костюмов. Но в 1919 году она начала свою историю с производства именно этого. Чего именно? Уважаемые телезрители, это первый вопрос сегодняшнего эфира. Пригласительный билет на две персоны. Его любезно принесла, нам принесла сегодня Анастасия, любезно предоставил Музей истории города Гомеля. Это пригласительный билет в Музей истории печати и фотографии Гомельщины, который находится на улице Коммунаров 7. Анастасия утверждает, что интереснейшая экспозиция, это будет здорово. Вы просто пополните свои знания и впечатления. Пожалуйста, звоните 34 22 43, отвечайте на вопрос. С выпуска чего в 1919 году начала свою историю фабрика Коминтерн? Но мы продолжаем разговор. Вот существует мнение, что характер человека меняется каждые 4 года. Что уж тогда говорить об изменениях, которые претерпевала внешность женщин и мужчин. Давайте прямо сейчас попросим нашего режиссера вывести на экран фотографии гомельчан и жителей области тех людей, которые жили в 20-е годы 20-го столетия. Представляете, вот 100 лет прошло, ну, скажем так, довольно современное. А моде свойственно повторяться. Поэтому да, сейчас, когда мы смотрим на эти фотографии... Очень красивые лица, правда? Очень не пустые, я бы сказала. Осмысленные взгляды. Люди, да, что-то чем-то наполнено, чем-то хорошим, вот их внутреннее состояние. А вот сразу обращаем внимание и на одежду, да, вот какие интересные кружевные воротники у там. А вот здесь мужчины, какие прически, какие усы, ищу хотя бы у одного, но пока не вижу. Там же были одни шикарные усы. Галстуки, да. Вообще, 20-е годы 20-го столетия – это интереснейший период в истории моды, советского периода. Случилась такая интересная вещь, что при том, что было создано новое государство, которое четко перед собой поставило задачу создать новую моду, а вот новая мода очень советского молодого государства очень сильно перекликалась с модой европейских стран. Связано, на мою мысль, это было с тем, что Европа сама недавно пережила Первую мировую войну, а Советская Россия после Первой мировой пережила революцию и продолжала переживать гражданские войны. И это очень интересно отразилось на внешнем виде. Например, в моду входят девушки, которые больше напоминают подростков. То есть уходят худышечки. Да, 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 худенькие, такого юношеского вида. Никакие женские формы одежды не подчеркиваются, одежда предельно облегчается. Это крой предельно, ну, насколько это вообще возможно, упрощается. Просто вспомните, да, моду 20-х годов, когда стал популярен джаз. Вот если вспомните платья этих периодов, они абсолютно прямые, простые по крою. Только нить бизерная, например, или жемчужная. Жемчуг в моде, действительно. То есть в Европе это было связано с таким послевоенным периодом. В молодом советском государстве это было связано с острой нехваткой ткани. И одежда укорачивается, да, очень сильно, в том числе и в Советском Союзе. Тоже приходят на смену длинным платьям, ну, не короткие в нашем понимании, до мини еще нужно было дожить, но укорочены уже юбки у девушек. Простые по крою платья рубаха было популярно как в Советском Союзе, так и в Европе, потому что она была абсолютно простая по крою. То есть вроде бы причины были разные, но отражение во внешнем виде порой даже удивляет своей, ну, какой-то похожестью. Вы знаете, Анастасия, возможно, представители разных стран по-разному, как, объясняли эти тенденции. Да, конечно, конечно. В зависимости от ситуации, сложившейся в стране. У нас сложилась ситуация, у нас есть телефонный звонок. Давайте слушать телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать. Вас зовут. Алло. Да-да. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Я говорю по поводу вопроса. Кажется, в 19-м году фабрика «Комментарь» выпускала военную одежду. Абсолютно точно. Скажите имя, победитель. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, вы молодец. Это приглашение на две персоны в музее истории. Можно включить телевизор? Что-что? Говорите, говорите. Алло, алло. Мы слушаем вас. Ну вот и все. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, вы победитель сегодняшнего конкурса. На первый вопрос вы дали правильный ответ. Это ваше приглашение в музей истории печати и фотографии Гомельщины. Благодарим вас. Всего хорошего. Хорошего вечера, активные телезрители. Если у нас есть еще вопросы, Анастасия, давайте зададим вопрос прямо сейчас. Вот среди множества предметов, ребята, это для вас вопрос тоже, но если знаете, сразу не говорите. Среди множества этих предметов есть такие, которые Анастасия готова продемонстрировать и поинтересоваться, какое предназначение имели эти предметы. Итак, Анастасия, пожалуйста, зафиксируйте, чтобы оператор смог покрупнее взять этот предмет. Пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос, собственно говоря, очень прост. Для чего необходим был этот предмет? Уважаемые телезрители, еще спрошу у Насти годы, годы. Вплоть до каких годов в ходу были такие предметы? Он был актуален до 80-х тоже годов, 20-го столетия. Где-то с 20-х, 30-х годов начиная, ну в 20-х, 30-х, понятное дело, он выглядел несколько проще. Вот ближе уже к 70-й, видите, здесь пластмасса применяется, то есть более современный материал. Но функция сохранялась, потому что сохранялась надобность в этом предмете очень и очень большая в советское время. Я читаю вопрос в глазах Ильи. Просто видится мне, это для мужчин вообще или для женщин такая легкая подсказка для зрителей. А этот предмет был актуален для женского населения. Так, уважаемая дама, напрягитесь, пожалуйста. Ну, может быть, ваши мужья тоже знают, если они имеют отношение к истории и, скажем так, не к истории украшений, а к истории необходимых в хозяйстве предметов. Но это ни в коем разе не к кухне, не к столярному делу, не к вышивке, а вот именно к моде и красоте. Итак, режиссер мне делает уже замечание, она говорит, слишком много подсказок дала. У вас есть версии какие-то? Просто скажите, да или нет. Маргарита, Илья, есть ли версии? Нет? Пока нет. Вот, они здесь поблизости, ребята, и смотрят, так сказать, практически держат в руках этот предмет. Но у них тоже версии нет. Но телезрители, ох, какие они у нас мудрые и знающие. 34-22-43. Дорогие друзья, добрый вечер, Гомель. Сегодня мы говорим о красоте в деталях, о малой родине, Гомельщине. Пожалуйста, звоните в ваши высказывания. Вайбер мы тоже принимаем. Дорогие друзья, на телеканале Беларусь 4, добрый вечер, Гомель. Сегодня мы говорим о малой родине и о том, какой вклад в мир моды и красоты, стиля, внесли Гомель, гомельчане и жители Гомельской области. Гости нашей сегодняшней программы Анастасия Ропот, главный хранитель фондов музея истории города Гомеля, а также обладатели титулов миссы мистер Гомельская область 2019, Илья Мельников и Маргарита Володькина. Ну что ж, друзья, будем слушать ответ телезрителя. Активничает гомельчане. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно слышать вас. Как вас зовут? Как вас зовут? Меня зовут Нина Максимовна. Нина Максимовна, очень приятно. Скажите, пожалуйста, где ваша малая родина? Вы гомельчанка? Я очень плохо слышу вас. Так, вы гомельчанка? Вы родились в Гомеле? Нет, нет. Ну расскажите. Ну предмет, который вы показали. Ну я думаю, что это такой крючок для подъема петель, спустившихся в чулках. Нина Максимовна, вот Анастасия прямо сейчас возьмет в руки этот крючок, еще раз его крупно покажет и ответит. Правильно ли вы дали ответ? Да, да. Интересно. Нина Максимовна не сомневается. Да, я думаю, Нина Максимовна точно знает, что это была очень нужная вещь, потому что чулки и колготки из кафрона были очень дорогой вещью. Их берегли как зеницу ока, и если вдруг где-то появлялась маленькая затяжечка, то вот от нее избавлялись при помощи вот этого вот предмета, крючка для поднимания петель. Так что да, абсолютно правильный ответ. Если вдруг петелька падала, да, легко можно было... Да, 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 да. Он здесь вот устроен таким образом, как крючок для вязания, но вот за счет вот этого плоского механизма петелька возвращалась на свое место. Нина Максимовна, вы еще на связи? Ну да. Нина Максимовна, скажите, в вашем доме было такое приспособление? Или вы по энциклопедиям? У вас было? У меня был крючок такой был. Я считала, что это очень сложный вопрос. Оказывается, тут у половины гомельчанок есть, может быть, и сейчас хранится, нет? Люди, которые помнят о таких крючках. Спасибо вам огромное. Пригласительный билет ваш. И благодарим вас за телефонный звонок. Хорошего вечера. Спасибо. Настя, все легко разгадывается. Давайте следующий вопрос, следующий предмет сразу покажем, продемонстрируем. Уважаемые телезрители, пригласительные у нас еще остались, поэтому вопросы для вас внимательные. Сей парный предмет уже относился непосредственно к мужскому гардеробу. И в связи с особенностями этого самого мужского гардероба был весьма и весьма необходим, начиная с 20-х годов 20-го столетия и до 80-х годов 20-го столетия. И все, собственно, для чего он был предназначен. Интересует здесь именно конкретный ответ, для чего именно. То есть не какую он функцию выполнял, а именно для чего предназначен. Так, как его можно было применять и для чего. Уважаемые телезрители, звоните. Мы принимаем ответы и от дам, и от мужчин. Да, да, да. Пожалуйста. И вновь я читаю вопрос в глазах уже теперь Маргариты. Она думает, что же это такое. Да, ребята, и для вас это вопрос тоже. 34-22-43, звоните, пожалуйста, приглашение в музей фотографии Гомичины у нас еще есть. Продолжаем беседу здесь у нас в студии. Скажите, пожалуйста, ребята, вот вы демонстрировали во время конкурса, во время дефиле модели одежды современной. Были прекрасные образцы с принтами белорусскими. Вы ощущали себя, ну вот хочется спросить, как ощущали себя в этой одежде мягкой, удобной, комфортной, и в одежде классического кроя. Ведь тоже были интересные показы. Пожалуйста. На самом деле комфортно ощущали. Как вы сказали, была мягкая ткань, все отлично. И на самом деле одежда с белорусскими орнаментами, я считаю, это популярной одеждой и очень красивой. Ну популярной вы считаете? А у вас в гардеробе есть одежда с белорусским орнаментом? Вот на каждый день? На каждый день нет. Но я бы не отказалась приобрести такую. Я бы носила с удовольствием. Так, а Илья какое мнение имеет? Я согласен с Маргаритой. Я бы тоже хотел иметь в своем гардеробе худи, которые у нас были на показе, с белорусским орнаментом. Они были очень удобные, очень стильные. Как минимум вышимайку, так скажут зараз, вышиванку и майку, да? Можно было бы иметь с таким орнаментом. Прекрасно. Ну что ж, телезрители наши активничают, и это очень приятно. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня девушка в эфире. Как вас зовут, милая красавица? Ваше имя? Светлана. Светлана? Да. Так, у вас есть ответ на вопрос, который предложила Анастасия. Анастасия возьмет в руки этот парный предмет. Так, вот он перед вами. Итак, Светлана, что же это? Это подтяжки для носков. Да, абсолютно верный ответ. Дело в том, что по каким-то непонятным для нас, во всяком случае, причинам советская промышленность мужские носки выпускала без резинок. С 20-х по 80-е годы. И, понятное дело, они падали по законам физики. Поэтому, вот для того, чтобы этого не случалось, использовали вот эти вот подтяжки для носков. Да, абсолютно верно, так они официально и называются. Настя, ну а если одну штучку, вот один экземпляр отложить в сторону, как это вообще работало? Объясните. Собственно, здесь имеется такой замочек с крючком. То есть на голени это закреплялось? На голени, да. На районе колена закреплялась резинка. А вот, собственно, вот эта вот штучка, как подтяжки для женских чулок, точно так же фиксировала и мужские носки. Ну, интересная вещь, конечно. Догадались ли я? Нет, нет. Была версия еще с рубашкой. С рубашкой? А что именно так? Ну, существовали же подтяжки для рубашек еще. Пожалуйста, расскажите, я не знаю об этом ничего. Ну, они закреплялись на бедрах и шли точно такие же небольшие крючки, которые просто держали разглаженную рубашку, чтобы она не вылазила никуда. Чтобы она не выпрыгивала из брюк, да, не сминалась. Вот, представляете? У нас в музее таких нет, поэтому если зрители, да, имеют у себя в доме и не знают, зачем им нужны подтяжки для рубашек, я хотела бы сказать, что музей с удовольствием примет их в дар. У нас таких экспонатов еще нет. Анастасия, скажите, пожалуйста, вот все эти предметы, которые сегодня представлены в студии, откуда они появились? И все те фотографии, которые мы демонстрировали на экране и еще продемонстрируем, откуда они в музее? Это все подарки гомельчан. Собственно, это вот целиком. То есть это в дар? Да, это люди приходят и передают в дар музею те предметы, которые стали для них теперь символом воспоминания о прошлом. Они прекрасно понимают, что хранить их далее у себя дома, наверное, смысла особого нет, потому что, вот, к примеру, лаком 80-х годов они вряд ли будут пользоваться. Но в качестве музейного экспоната это, конечно, изумительная вещь. И они приходят и передают это в музее, за что им, кстати, огромное спасибо, потому что я очень надеюсь, ну, уже тут исключительно как девочка, надеюсь, собрать в нашем музее коллекцию аксессуаров, вот, и мужских, и женских, которые бы отразили весь советский период, не какое-то там десятилетие, а вот весь период. Очень здорово. Интересно, вот как смотрели на моду наши предки? Какие они? Стиль, мода, красота, образ, глазами гомельчан 20-х и 30-х годов. И я сейчас попрошу режиссера вывести на экран еще ряд фотографий, и мы сможем рассмотреть аксессуары, вот, и это 30-е годы, да, Анастасия? Да, 30-е годы. Воротнички вязаные, здесь берет какой в горошек прекрасный. Комментируйте, пожалуйста. Значит, тут такая интересная сложилась ситуация. 20-е годы в советском периоде, они очень четко разделились на время до НЭПа и после НЭПа, то есть на время до новой экономической политики и после. Это после НЭПа или до НЭПа? Это до начала коллективизации, тут 30-е годы, начало 30-х годов, чуть другая история. Об этом выходим, ну, сейчас я очень коротко об этом скажу. Так вот, до НЭПа это вот была простота кроя, минимальное количество украшений, потому что, собственно, страна переживала очень тяжелую ситуацию. А НЭП, он вызвал развитие экономики, возрождение экономической жизни, и люди потянулись к красивым предметам. Это жабо, банты, кружевные воротники, ну вот все, что мы сейчас видели на экране? Несколько, нет, советские люди потянулись к красивым предметам, которые рекламировали в Европе. И вот сейчас мы как раз видим, что в 30-е годы, еще до того, как советская идеология, твердо направленная на формирование своей собственной социалистической моды, ведь поставила, была грандиозная задача сформировать моду для отдельно взятого государства. Так вот, на этих фотографиях как раз мы видим, что было до того, как поставили перед собой эту грандиозную цель. Это мы здесь видим на фотографиях, что гомельчане знали о мировых тенденциях, о европейских тенденциях, и по мере силы возможности старались использовать их в своей одежде. Потому что вот видели даму с шапочкой зимней, которой украшена брошкой, это было очень модно. Меховое пальто, либо если не было возможности купить полностью меховое пальто, то хотя бы, чтобы был шикарный воротник. Тюрбан, кстати, вот сейчас на экране мы видели фотографию, тоже был очень популярен уже в начале 30-х годов. Чудная береточка в горошинах. Горошек, действительно. Это андалузский узор, и он был популярен, андалузский горошек его называли. Он был популярен не только в беретах, вообще в одежде. А давайте вот у ребят спросим. Отслеживали эти моменты. Вот они демонстрировали одежду современную. А хотелось бы стилистически окунуться в ту эпоху, 20-е, 30-е годы. Если бы представили такую коллекцию модельеры, с какими чувствами примеряли бы и демонстрировали одежды тех лет? С неподдельным интересом. Вот. Одежда очень интересная, ну, по дизайну, по своему стилю, но не знаю, как она сейчас будет по удобству. Как-то люди сейчас больше привыкли к такой более свободной одежде какой-то. Но был бы очень интересный опыт. Ну, наверное, по степени свободы как раз... Можно прокомментировать? Да, пожалуйста. Все-таки неправда. Ответ очень интересный. Нет, почему? Тут нет варианта, прав или не прав. Здесь есть вариант восприятия. Так вот, в 20-е годы конструкторы задумались над тем, чтобы одежда была удобной. Вот что интересное. Причем в Советском Союзе над этим задумывались. Потому что в Советском Союзе пришло такое течение, как конструктивизм. Все должно было быть конструктивно и практично. Ну, а если вспомнить, что над костюмами работали в Советском Союзе очень многие известные художники. Например, тот же Петров Водкин, как ни странно, Кандинский, Малевич. Это все вот супрематизм. Я думаю, что современные молодежи, разработанные их одеждой, было бы просто очень интересно на себя примерить. Тем более, что эти художники до сих пор очень сильно, мы об этом, может быть, нигде-то не догадываемся, на самом деле очень сильно влияют и на нынешнюю моду. Ну, я хочу у Маргариты спросить. Маргарита, было когда-нибудь желание достать вещи из бабулиного сундука и примерить на себя? Может быть, гуа, там, шляпу? Признаюсь честно, у меня в гардеробе есть пара вещичек с бабушкиным гардеробом. И я ношу с удовольствием. Ну, так расскажи же, что же это? Это аксессуары всего лишь? Нет. Это платье есть у меня. Замечательно. Я его ношу, оно мне очень нравится. И, как ни странно, сейчас это очень модно. Юбка-шорты. Да. Вот так. Кто бы мог подумать? Ну, я-то меньше всего думала о том, что Маргарита с удовольствием примерит. Вот Илья, ну, откуда-то из образа каких годов, из каких журналов он взял эту прекрасную форму усов, которая обращает на себя с первого знакомства. Итак, как же называется эта форма усов? Я вычитала, Илья, я готовилась. Это называется велосипедный руль. Знал ли ты об этом? Я честно не знал. Или это интуитивно? Или это было интуитивно? Нет, это был, я усы брал из такого собирательного образа английского джентльмена. Вот, они все время подкручивали свои усы, и мне это приглянулось. Но я не знал до сегодняшнего дня, как они называются. Как часто тебе приходится подкручивать усы? Каждое утро, когда просыпаюсь, ну и в течение дня, если как-то растрепаются, то приходится постоянно подкручивать их. То есть это на момент подготовки к конкурсу ты выбрал такой образ? И стал его, ну скажем так, сначала примерил на себя, подошло, и ты вжился в этот образ. Дальше так и пойдет? Это же еще целый год нужно сохранять до конкурса «Мистер Беларусь», а возможно «Мистер Вселенная»? Надеюсь. Вот, но этот образ изначально не был подготовлен к самому конкурсу. Мне просто было интересно, что получится. Вот, я начал отращивать усы еще летом, и даже не планировал, что пойду на мистера Гомеля. Но как-то так удачно сложилось. Не связанные события в твоей жизни были? Нет. Ну многие подходят, интересуются, как что, как ухаживать, как вообще выбрать, как определиться, подходит конкретному человеку такая форма или нет. Ты же теперь, ну просто знаток, мне кажется, вот именно усов такого, такой формы. Мне кажется, такие усы всем пойдут. Ну, нам с Маргаритой нет, а вот парня вполне можно приметь. Ну, разве что на палочки вот так, да, приложить. Так, хорошо. Маргарита, скажи, пожалуйста, а вот из аксессуаров, что бы ты из тех времен взяла в сегодняшний день? А может быть, даже и взяла, да мы не знаем. Ну вот, например, мне сейчас очень нравится берет. Я бы носила с удовольствием, правда, подобрать сейчас не могу себе, но присматриваюсь. Обязательно куплю. Так, очень здорово. А что есть в коллекции Музея истории города Гомеля из аксессуаров? Вот здесь у нас множество, я вижу украшений и сумочки, главное сумочки. Да, вот за это хотелось бы сказать отдельное спасибо нашим гомельчанам за то, что они фонд нашего музея периодически пополняют дамскими сумочками. И продемонстрировать бы, собственно, их немного, поэтому я бы хотела все. Начнем с сумочки 30-х годов. Это клатч. Очень, кстати, популярен в то время. Или еще ее могли называть сумка-конверт. Вот с такой удобной ручкой-держателем на обратной стороне. С такой, обратите внимание, на застежку, выполненная в стиле модерн. Она очень, она мала, но изящна. Я просто очень люблю такие вещи. Вот. И на несколько кармашков. Кстати, обратите внимание, тут у нас даже вот маленькая булавочка есть. Она еще от владельцев осталась. И мы не стали ее, собственно, убирать из сумочки. Вот. То есть и кармашков достаточно. Девушки меня поймут, это всегда очень важно. Это очень удобно. Разделить все предметы. Кармашки. Да. Это 30-х годов сумочка чудная. И натуральная кожа, наверное. Здесь все из натуральной. Ну, тогда могли себе позволить. Кстати, кожа в 30-е, 20-е годы стала очень популярным материалом. Не только в Советском Союзе, где кожаные куртки были в очень большом почете, но и в Западной Европе. Это тоже был прям тренд. Вот, собственно, дамская сумочка уже 50-х годов. Тоже такой довольно лаконичной формы, но украшена такой вставкой, имитирующей янтарь. Вот. И очень металлические вот эти детали, мне кажется, тоже смотрятся здорово в сочетании с кожей. Металла, заметьте, много. Советский Союз мог себе позволить. Да. Такие природные материалы. Настоящего металла, да. Да, сумочка тут у нас с некоторыми аксессуарами. Вот обязательные дамские перчатки. Они стали популярны в Европе в 30-е годы, в Советском Союзе в 50-е годы. И в Советском Союзе довольно остро стоял вопрос, что бы такого приятного подарить. Потому что очень часто вот книга «Лучший подарок» — это из тех времен. Это действительно хороший подарок, но иногда хотелось подарить что-то, ну, такое более ощутимое, вещественное. И в этом плане у нас есть замечательный такой экспонат. Хотелось бы его продемонстрировать. Это зеркальце и пудреница. Откуда я знаю, что это, собственно, подарок? А потому что на обратной стороне подпись. Даже подпись. Да, а гравировка «Дорогой Идочки» в день 8 марта от Баси. Я хочу обратить внимание, что эти вещи очень тёплые, потому что это настоящие вещи, которыми пользовались гомельчане, жители области. В дар музею принесли люди эти предметы. И мы можем сегодня посмотреть, рассмотреть, узнать что-то. Ещё хотелось бы из этой сумочки достать такую чудную вещь. Это заколка для волос, тоже выполненная в технике модерн, но гораздо не 20-х годовая, это уже середина 20-х, 50-е годы. И третья сумочка, которая у нас здесь представлена, она одним своим декором отражает ту мысль, что моде свойственно повторяться. Тут очень лаконичный, но такой симптоматичный декор. Если мы посмотрим на накладки, то это египетские мотивы. Мода на Египет была в 20-е годы и потом пришла в 60-е годы. Люди ж не ездили на отдых, очень мало знали об этом. Но видите, египетские мотивы присутствуют. Вы знаете, что если учитывать, что это 60-е годы период оттепели, то для советских людей стала доступна мода социалистических стран. Там все-таки был больше доступ к моде европейских государств. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, оттуда перекочевало. Это оттуда? Из Европы, да? А в Европу пришло из Египта? Ну, видимо, был всплеск, связанный с культурой Египта. В европейских странах это отразилось на коллекции, потом в странах социалистических и дошло до Советского Союза. Маргарита, что-нибудь присмотрела? Я очень люблю эту сумочку. Это Анастасия любит. Так, а мне вот рыженькая понравилась. Да, рыженькая. Я видела подобное у бабули в кардеробе. Очень нравится. Красиво. И они актуальны до сих пор. Анастасия, в следующий раз для мужчин что-нибудь принесите, чтобы Илья мог тоже посмотреть, поинтересоваться. Так только для девчонок большинство. По этому поводу можно тогда просьбу к нашим гомельчанам, если они пополнят наши фонды предметами, аксессуарами, связанными с мужским стилем, с мужской модой. А ведь так действительно бывает. Дома совершенно ненужная вещь. Мы с удовольствием. Чук не знает и выбросить жалко, и куда пристроить. А вот ведь в музее истории города Гомеля и сохранят, и покажут, и расскажут. Спасибо огромное, уважаемые телезрители. Мы ненадолго прервемся. У нас реклама после рекламы. Далее рассказ об аксессуарах, моде, стиле Гомеля и области 50-х, 60-х годов. И, конечно же, еще один вопрос эфира. Дорогие друзья, сегодня в программе «Добрый вечер, Гомель» Анастасия Ропот, главный хранитель фондов музея истории города Гомеля, а также победители конкурса «Мисс и мистер Гомельская область-2019» Илья Мельников и Маргарита Володькина. Конкурс был неразрывно связан с темой «Малой Родины». Вы представляли свои ролики. Скажите, пожалуйста, какие интересные факты из истории семьи, может быть, тех мест, откуда вы родом, вскрылись вам в ходе подготовки к конкурсу? А может быть, вы так заинтересовались чем-то, что стали, например, подбирать материал для того, чтобы родовое древо составить, собрать какие-то факты в семейном архиве? К чему вас это подвигло? На самом деле я интересовалась и до конкурса, поэтому много интересных фактов я уже знала до этого. Просто преподнесла это в своем видеоролике. Ну, мы сейчас не имеем возможности посмотреть вновь ролик. Поэтому, если есть какой-то яркий факт, приведите в пример, пожалуйста, Маргарита. Ну, всем известно, что наш город славится природой, и я это продемонстрировала. Сложность... Я очень хотела показать все, но, к сожалению, был ограничен во времени ролик. Я выбрала прекрасную природу и продемонстрировала ее. Хорошо. Замечательно. Ну, а фильм Ильи, я бы сказала, даже... Как вы обозначили жанр этого произведения, видеоролика своего? Я даже не знаю, что жанр... Если в мире Шеленковой был триллер, мне показалось, там тоже история семьи с предметами семейными связанная, то у вас очень теплый, закольцованный сюжет начиналось с размышлений о малой родине и заканчивалось тем, что ваш приятель говорит, надо маме позвонить. Это было очень круто, это было очень здорово. А в основе сюжета это семейная история. Да. Вот я так прям все пересказала. Илья, я просто была очень впечатлена этой работой. Как много людей вам сказало спасибо за такой ролик? Для меня было удивительно, но ко мне подходило много людей уже после выступлений и говорило, что я вернул им веру в семейные ценности. Это были очень теплые слова и очень важные для меня. Я вообще не ожидал подобного поворота. Было очень приятно все это услышать. Может быть, и в дальнейшем вы продолжите вот такой ваш интерес и это направление, и как Олег Кучеренко займетесь съемками, займетесь монтажом интересного, интересных какие-то, может быть, даже с составлением сценариев. Здесь ведь очень серьезно был продуман сценарий, ход сценарный. Ну, планы на какие-то видео были уже очень давно. И сейчас на это немного полегче с мероприятиями разного рода. И я думаю, что я займусь этим. Пару сценариев у меня уже лежит. Скажите, поможет ли этот опыт, который вы приобрели в ходе подготовки и участия в конкурсе, вам в дальнейшей жизни? Если поможет, то как? Я думаю, что да. Конечно, любой конкурс – это какой-то опыт бесценный, я считаю. Вот поэтому я уверена в том, что поможет в будущем. Илья, ваш ответ утвердительный. Ну, конечно, я согласен с Маргаритой, что любой опыт, полученный нами, делает из нас именно того человека, которым мы являемся. Он делает нас все лучше и лучше и лучше. Любое событие, которое с нами произошло, это был бесценный опыт. Такого волнения я никогда не испытывал, таких эмоций. Это было буря, просто незабываемое ощущение. Я бы хотел как-нибудь повторить, но желательно через годик хотя бы. Но у вас будет такая возможность. И я еще хотела спросить. Вот, знаете, мне кажется, студенты, они, как говорят в народе, за любой замут, кроме драки, так? Вот они легко ввязываются в такие интересные мероприятия, события. Но ведь сейчас много не только студенческих конкурсов, много тематических конкурсов, стиля, красоты, профессиональных. Мы выбираем там мисс и мистер, например, БМЗ. Или вот в областной больнице конкурс проходил среди докторов, и среди дам, и среди мужчин. Как вам кажется, это правильно? Это нужно вообще? Я считаю, что это нужно. Нужно развиваться во всех. Развиваться вообще нужно. Нельзя останавливаться на чем-то одном. Если ты по профессии доктор, почему бы тебе не поучаствовать в конкурсе красоты? Я думаю, что будет опыт непросто, и вообще буря эмоций будет. Это только в начале кажется, что, боже, зачем это надо? Конечно, это очень интересно. Лучше я на работу домой, на работу домой. Ну, посмотрите на этих красивых, просто очень приятных, харизматичных, ярких, интересных девушку и молодого человека. И вы поймете, что конкурсы – это как раз то, чего нам не хватает в нашей жизни, правда? Они дают возможность человеку раскрыться. Это очень здорово. Я попрошу режиссера вывести на экран фотографии гомельчан 50-х и 60-х годов. Вообще, 50-е годы для моды Советского Союза – это интереснейший период в том плане, что в Советский Союз наконец-то пришел стиль Нью-Лук. В Европе он появился в 1947 году, но из-за железного занавеса. Вот он дошел только в 50-е годы. И, собственно, фотографии, которые здесь были, нам продемонстрировали. В моду пришли платья, которые создавали форму у женщин – песочные часы. Чуть-чуть про 60-е. 60-е – это космическая эпоха. В 60-е впервые появляется понятие молодежной моде. И очень популярностью становятся синтетические ткани. Как бы они и до этого пользовались спросом, но 60-е – это просто бум на синтетические ткани. Я думаю, что в альбомах ваших семей обязательно присутствуют фотографии. Мы, может быть, даже и не задумываемся, что это фотографии 40-х, 50-х, 60-х годов. Но ведь как интересно рассматривать это и что-то брать для себя на вооружение. Может быть, у вас какие-то впечатления были при рассмотрении именно таких фото? Да, я сразу вспоминаю, как мы приезжаем к бабушке и просматриваем альбомы. Это одна из наших традиций. На какой-то праздник рассматривать старые альбомы, вспоминать. Бабушка рассказывает интересные истории. И вот при просмотре таких фотографий сразу вспоминаю эти моменты. Это очень здорово. Анастасия, я еще хотела узнать, с каких годов журналы МОД стоят. У нас очень мало времени, но очень хочется про них узнать. Это журналы 1916-17-х годов. Самое в них замечательное, что их выписывала Гомельчанка. Она на тот момент... Выписывала даже, не покупала, выписывала. Да, называется «Женщина и хозяйка». Она как раз стала молодой женой и хозяйкой. И они, видимо, во-первых, грели душу просто своим присутствием. И, наверное, где-то помогали и по хозяйству. Очень любопытные журналы. Они у нас в музее есть, можно сказать, в доступе. Поэтому если кого-то из телезрителей заинтересуют, могут прийти к нам в музей. Мы даже предоставим их для прочтения. А там ведь не только эскиз, не только фотографии, модели и аксессуаров, но там же, наверное, и какие-то полезные советы, рецепты и так далее. И реклама, реклама какая прелесть. Ну, вот, к примеру, есть рубрика «Домоводство». Это насчет рецептов. Здесь представлено... Это январский номер, февральский. Поэтому здесь представлено меню, связанное с масленицей. То есть такая тематическая подборка. Вот, кстати, еще одна статья «Спорт», так как это для женщин журнал, то здесь перечислены виды спорта, которыми предлагают заниматься женщины. Возможно, и там комплексы какие-нибудь для поддержания тела в порядке, нет? Нет, не в плане комплексов, а в плане направления. Например, футболом. Я вот с трудом представляю дам начала 20 века с их юбками, но им рекомендовали заниматься футболом, легкой атлетикой. Ну, верховую езду они до этого увлекались, но вот есть такие довольно интересные предложения. Так что журнал... Журналы есть, и их можно просто поистать, да? Да, и познакомиться с рекламой. То есть не просто специалист расскажет в музее, а можно даже в руки взять эти журналы. Очень интересно, очень здорово. Я бы так сказала, мы принесли сюда вот прямой эфир, в оксимильные издания, поэтому, да, вполне их возможно взять в ручки и почитать. Я хочу спросить у Маргариты, есть ли те предметы, которые бы вы хотели вот поддержать, может быть, понюхать что-то, может быть, что-то посмотреть? Заинтересовало вас из представленных Анастасией предметов здесь что-то? Да, на самом деле, да, я уже вот с начала программы присматриваюсь. К духам я... и не только. И не только. Поэтому по окончании я бы очень хотела посмотреть Лиззи. А я хочу Насте вопрос задать. Скажите, Анастасия, вот в последнее время какими экспонатами пополниллись фонды или экспозиция музея? Что принесли гомельчане вот-вот буквально не так давно? Буквально недавно. Мне в голову, ну, просто сходу... Я вам скажу, почему я задала вопрос. Я видела плетеную коляску в одной из газет, по-моему. Плетеная коляска – это, ну, можно сказать, уже довольно давний подарок. Она у нас представлена в экспозиции. А вот из последнего, ну, все зрители смогут поближе познакомиться с этим экспонатом ближе к сентябрю месяцу, но могу проанонсировать. Нам принесли пропись для детей 6 лет 1898 года. 1898 год. Да, да, да. Это очень здорово. Это фантастика. Она была, конечно, в таком немного... Ну, понимаете, больше 100 лет. Мы ее привели в порядок. И перед первым сентября пару сканов с этой прописи я обязательно выложу в наши социальные сети, чтобы все смогли... В экспозицию, пожалуйста, посмотрите. Вот я знаю, кто будет первыми посетителями этой выставки. Смотрите, Маргарита или я обязательно придем. В экспозицию можно только разворот положить, а я бы хотела чуть больше предложить. А еще попробовать пописать. И попробовать пописать. Хорошо было бы перьевыми ручками, да, в то время именно перьевыми, окуная перо в чернельницу. Это прям задача с двумя звездочками. И попробовав не пролить ни капли, да, и, может быть, даже попользоваться промокашкой. Это да, это будет еще то задание. Я представляю, насколько содержательным будет еще наш вечер сразу после программы. Мы ведь попробуем, поддержим все предметы. Завидуйте нам, уважаемые гамильчане. Но уже завтра вы сможете прийти в Музей истории города Гомеля и сделать то же самое, что сделаем мы сегодня вечером. Ну, а прямо сейчас я благодарю участников сегодняшней программы. Анастасию Ропот, Маргариту Володькину, Илью Мельникова. Хочу пожелать ребятам осуществления всего задуманного. Знайте, что мы, вся Гомельская область, это ваша поддержка, это люди, на которых вы можете положиться и опираться. Дорогие друзья, благодарю вас за активное участие в ходе программы. Всего вам доброго. До следующей встречи. Сегодня с вами была Елена Троценко. Включайте. Каждый будний день смотрите. Добрый вечер, Гомель. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»